Ход реализации национальных проектов на Южном Урале на очередном заседании правительства области был вынесен отдельным вопросом. Пока успешнее всего идет работа по проектам безопасной и качественной автомобильной дороги и образования. Тем не менее, по большинству проектов область отстает с заключением соглашений, есть проблемы с предоставлением субсидий, а показатели госзакупок в некоторых муниципалитетах составляют чуть больше половины от намеченного плана. Реакция на такое положение делу главы региона Алексея Текслера была однозначна. Коллеги, я не удовлетворен цифрами, которые я здесь слышу. Особенно, когда говорят, что экология у нас самое отстающее направление по реализации национальных проектов. Безопасными, качественными дорогами каждый день занимаюсь, так оно и лучше. Понимаете? Лично сам занимаюсь. Теперь мне каждым национальным проектом заниматься лично каждый день. Всем членам правительства было дано поручение в недельный срок предоставить объяснительные по всем цифрам из доклада. Что же касается самих чиновников, то они с мнением Алексея Текслера согласны. Тянуть с так называемой расторговкой нельзя. Надо делать это быстрее, потому что для стройки это сезонность. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше. Если говорить о других направлениях, тем не менее, для того, чтобы можно было закупать, довести деньги. Он недоволен тем, что процесс доведения денег затянулся. Еще одним важным вопросом стало исполнение поручения президента, касающиеся газификации села Алексеевка Варнинского района. Выделив деньги, за два года региональные и муниципальные власти подвели газ к населенному пункту. На первом этапе мы должны были протянуть почти 17 километров высокого давления до самого поселка. Ну и дальше уже второй этап – производящие сети. Сейчас по мере готовности граждан будут они подключаться, как он оформит документы, как он выполнит работы по внутренней газификации. То ли это будет только подача газа на плиту для пищеприготовления, то ли это будет и для нужд теплоснабжения. Возвращаясь к теме национальных проектов, а точнее того, который затрагивает экологию в ближайшее время, по словам чиновников, в столице Южного Урала начнется закупка газомоторного транспорта, продолжится активная работа по рекультивации свалки и разработке комплексных планов природоохранных мероприятий в Челябинске и Магнитогорске. Анастасия Мельникова, Владимир Котегов, СТС, Челябинск.